Всем привет, ребятки! Записываю обзор на такой прекрасный аромат, как Flavia Zola. Это, на мой взгляд, самый лучший клон на Dior Sauvage. Я не скажу, что я сильно люблю этот аромат, но он у меня на слуху давно, что он всем нравится, что надо попробовать. Я скептически к нему относился, но потом думаю, почему бы самому не попробовать. Критиковать всегда легко. Я уже собирался брать оригинал миллилитров 60, а потом думаю, есть замечательные бренды арабские. Вот, например, как я взял Armaf, самый лучший клон, я считаю, на Aventus. И думаю, почему бы не найти где-нибудь хороший такой клон из арабских духов на Sauvage. Я перепробовал массу вариантов разных и более дешевые, такие как Larive Extreme Store. И вообще дешевый аромат, тоже очень похож на Sauvage, но не дотягивает ни по стойкости, ни по звучанию, ничего. Самые такие ходовые сейчас клоны, это от арабского бренда, от Fragrance World, Suave, так называется аромат, и Intense. Intense, Sauvage, это вариант на Sauvage 2015 года, Eau de Toilette. А Fragrance World, Intense, это водичка, клон на Dior в концентрации парфюмированной водой, Eau de Parfum. Но я хочу сказать, я эти два аромата тестировал, мне не понравились они. Intense еще ничего, я на одну руку нанес Intense, на другую обычную версию Fragrance World, Sauvage. Но если Intense, он хоть как-то похож, то Sauvage вообще никак, то есть, на моей коже плохо раскрылся, мне не понравилось. Что касается Flavage, этот бренд никто не знает, он мало где продается. Его нет ни на какой фрагрантике, ни на русскоязычной, ни на английскоязычной. В магазинах мало этот аромат продается. Я его когда покупал, я у продавщицы спрашиваю, у вас хорошо берут этот бренд? Она говорит, плохо очень берут, потому что его никто не знает. Берут все армов, бренд армов. А Flavage унит, хотя по большому счету это одно и то же. Смотрите, ребята. Sterling Parfums. Видите? Sterling Parfums. Берем, берем Armaf, Club Denuit Intense Man. Sterling Parfums. То есть, это субренды, Armaf и Flavage, это субренды большой корпорации Sterling Parfums, которые изготавливают парфюмы. Этот клон, я считаю, самый лучший, потому что я перепробовал много вариантов. Давайте сейчас раскроем и посмотрим на флакончик. Хочу сразу сказать, слюда приставала. Коробочка очень плотная, ничего не торчало, ничего не болталось, ничего не... Воздуха внутри не было, все очень качественно сделано. Вот такая вот коробочка. Zoloman, Flavia, добротная коробочка, ну, в стиле арабов. Делает они все, в принципе, неплохо. Внутри вот такой вот... Вот. Вот наш красавец. Вот такой флакон. Смотрите, тут бачкод, что резкость. Made in France. Ну, то есть, это арабский бренд, но разливают во Франции. То же самое, как и Armaf. Это Armaf, Club Denut Intense Man. Его разливают как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и во Франции. Вот такой клон. Очень добротный клон на Саваж. И, ребят, самое главное, я забыл сказать, это концентрация парфюмированного вода. Eau de Parfum. То есть, не туалетная. То есть, по идее, запах должен быть и должен иметь лучшую стойкость. Такой вот флакончик. Такой флакон, такая вот крышечка. Вот пульверизатор. Поэтому, смотрите сами... А, забыл сказать цену. Цена... Ну, в общем, 500 гривен. Ну, это где-то, может... Ну, где-то плюс-минус 15 долларов. Ну, примерно так. Где-то 15 долларов. Поэтому, я считаю, перепробовав разные варианты, этот клон очень хорош. Очень. Только единственное, что он... В Саваже 15-го года, в Eau de Toilette, там есть такие... Ну, понятно. Абраксан, кстати, здесь не указан абраксан в пирамиде. Но я его отчетливо слышу. Он есть. Что касается самого звучания, если Dior, он какой-то свежий такой, сладковатый немного, если Eau de Parfum Dior, ну, я слышу такую приличную сладость, то в Dior'е 15-го года, в версии «Туалетная вода», я ощущаю свежесть и сладковатость такую, то этот аромат, он более такой древесно-травянистый. Он такой древесно-травянистый. Давайте нанесу. Да, ребят, это хороший клон. Пусть раскрывается. Я надеюсь на хорошую стойкость, потому что все...